Как уже сообщали, за подписью президента был принят закон о внесении изменений в закон Республики Узбекистан о государственном пенсионном обеспечении граждан. Документом с 1 января 2023 года предусматривается увеличение максимального размера среднемесячной зарплаты, принимаемой для исчисления пенсии по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца, с 10-кратного до 12-кратного размера базовой величины исчисления пенсии. Мнение соотечественников касательно изменений в пенсионном законодательстве суммировала наша съемочная группа. Начиная с января 2023 года планируется увеличение максимального размера заработной платы для исчисления пенсии с 10-кратного до 12-кратного размера базовой расчетной величины пенсии. Как отмечается, данный новый порядок распространяется не только на граждан, которые планируют выйти на пенсию после января 2023 года, а также данный перерасчет будет произведен гражданам, которые вышли на пенсию до вступления силы данного закона. И в следующем году из пенсионного фонда будет выделено дополнительно полтора триллиона сумм. Данным законом, конечно, будет восстановлена социальная справедливость, так как граждане, которые работали, получали высокие заработки, им ограничивали при расчете пенсии среднемесячный заработок. Сейчас данный перерасчет пенсии, конечно, увеличит, улучшит их благосостояние. И слои населения, конечно, заметно это почувствуют. При перерасчете пенсии гражданам, у которых среднемесячный заработок для расчета пенсии свыше 3 миллиона 880 тысяч сумм, им будет перерасчет произведен в среднем где-то на 420 тысяч. Повышение пройдет в соответствии с данным законом. В последние годы пенсионерам и малообеспеченным семьям уделяется большое внимание. Мы видим, что честь и достоинство человека – это принцип в основе всех осуществляемых реформ. Услышали о внесении изменений в закон о пенсионном обеспечении граждан. На сегодняшний день я получаю пенсию в размере чуть более 2 миллионов сумм. Как мне сообщили, с 1 января следующего года пенсионная выплата, которую я получаю, вырастет до 2,5 миллионов суммов. Конечно, это хорошая поддержка для нас. Субтитры создавал DimaTorzok